Доброе утро, дорогие друзья! Красота, как известно, спасет мир. Я полагаю, никто не будет с этим утверждением спорить. Поэтому прямо сейчас представляем нашу гостю. Итак, встречайте. Белорусская гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы, Мелитина, станет у нас сегодня в гостях. К слову сказать, на прошедшем недавно Кубке мира по художественной гимнастике Мелитина поднималась на пьедестал целых три раза. Это происходило в Лиссабоне. А в итальянском Писаро она завоевала бронзовую награду в отдельном упражнении с булавами. И вообще четыре раза Мелита становилась призером на этапе Кубка мира в немецком Штутгарте. Ну, наверное, нужно и начать со Штутгарта. Мелита, расскажи, пожалуйста, об этом этапе Кубка мира. Это был первый этап Кубка мира в этом сезоне. Довольно удачно. Четыре медали. Так что, ну, это только начало. Надеюсь, что дальше будет лучше и лучше. Точнее, не надеюсь, должно быть лучше. Мы уверены. А сколько стран участвовало в Кубке? Ой, довольно много. Я не могу точно сказать. Но все сильнейшие туда приехали. Очень было сложно даже попасть в финал. Надо было буквально без ошибки все сделать. И в финале надо было еще лучше повторить. Так что очень был напряженный. Но довольно, я еще раз повторюсь, удачный. Но я вот знаю, что традиционно сильные сборные России, Украины. Там вроде бы Италия неплохо в последнее время стала выступать. А может быть неожиданно кто-то выстрелил? В пьедестал занимали те же россиянки, я и украинка. В данный момент что-то мы не дождались какой-нибудь, скажем так, неожиданной звездочки, которая бы взошла на пьедестал. Но я говорю еще раз, это начало сезона, все может быть. Да, действительно, ответственность колоссальная. Мы знаем, что ты в три года начала заниматься гимнастикой, а уже в 15 участвовала во взрослом чемпионате мира. Столько усилий, столько трудов. Наверняка и слез было пролито для того, чтобы добиться вот этих результатов. Это какая-то должна быть определенная сила воли, склад характера? Ну, безусловно, да. Во-первых, это должно быть желание. Должно быть дикое, на грани сумасшествия, наверное, желание. То есть ты в три года уже понимала, что хочешь заниматься гимнастикой? Я поняла, что мне нравится, да. Потом в 10 лет меня спросили, родители спросили, Милита, ну что, выбирай, или гимнастика, или школу, дальше учеба. Я не поняла, почему вообще задается этот вопрос, на чем он обоснован, и зачем мне его вообще задают. Задают. Ну, да, конечно, гимнастика. Потом мама говорит, до сих пор помню, ну смотри мне, я тебя вот один раз спросила, если так, потом не жалуйся. Не пожаловалась до сих пор. Ну, коль заговорили про родителей, вообще вот такое имя Милитина или Милита, оно не очень традиционно для Беларуси. Что оно означает, если означает? И кто так решил назвать девочку? Милитина вообще, это значит медовая, хотя на мед у меня аллергия, мед не люблю. Наверное, ну вот такая вот абсурдная немножко ситуация, наверное, все в имени, вся сладость отразилась в имени. А почему так назвали, как мне родители рассказывали? Они посмотрели фильм с Альфёровой «Любовные письма с подтекстом». Там главная героиня была Милитина. О, Милитина. Ну вот. И вот я здесь. А в школе не доставали как-то там? Даже кличку не могли придумать. Вот я про это и говорю. Так что я, Милита, тяжело пришлось. Скажи, вот обруч, булавы, мяч, довольно-таки лента. Ой, вот лента, кстати, это, наверное, самая любимая девичья забава, когда мы когда-то крепили на какой-нибудь палочке какую-нибудь ленточку и изображали художественную гимнастику. Красиво, да? Вот я тоже любуюсь на... Есть какой-то любимый предмет? Предмет, да. Я уже лет восемь не могу ответить на этот вопрос, так как я уже настолько сроднилась с каждым из предметов, что любимого нет. В детстве, если ребенка спросишь, он, конечно, скажет, допустим, ленточка, мне, допустим, ленточка, потому что красиво. Да, но с другой стороны, с лентой, ну, в принципе, тяжело, потому что это 6 метров, и она не совсем иногда зависит полностью от твоей техники. Так как бывают разные залы, бывают кондиционеры. Ты бросаешь ее под броском, ты должна что-то сделать. Или соперники дуют тоже. Чихают, да. Нет, но она меняет траекторию. Или, допустим, ребенок может сказать, ну, мячик, потому что он не бьется больно, потому что булава может прилететь так, что там... Бывало, честно скажи. Да, мне в нос прилетало, я думала, что сломало, но нет. Крепкий, крепкий нос оказался. Вот, но сейчас все люблю, все мое, родное, уже столько лет мы с ними вместе. То есть, ну, не знаю, стоит ли задавать вопрос, но хочется. Вот, если забежать вперед, ты бы хотела, допустим, свою дочь в будущем отдать на художественную гимнастику? Да, я скажу сразу, да. Раньше я говорила, нет, нет, жена будет так мучиться, нет. Но на начальном уровне, да, потому что... То есть в любительском, все-таки, да? Потому что нет, я обоснуюсь, что гимнастика дает очень хорошую основу для той же балетной школы, для фигурного катания. Если вдруг гимнастика не понравится, если мне придет дочка и скажет, мам, я больше не хочу, мне не нравится, ну, вот не лежит душа, я ни в коем случае не буду заставлять, потому что я знаю, что это очень тяжелый труп, и всей душой, ну, не влюбившись в этот вид спорта, будет втройне тяжело это все, как бы, выдержать. Если ей понравится, пожалуйста, молодец, я только поддержу. Если нет, то выберет, вдруг она, не знаю, вдруг она рисовать будет, вдруг у нее музыкальные, ну, способности. Я не буду ни в коем случае... Ну, спортом все равно должны будут дети заниматься. Вначале, да, безусловно. Ну, так что я отведу в зал художественной гимнастики свою дочку. Мелита, ну, скажи, ты уже говорила о том, что графики очень насыщенные. Есть ли время на какую-то личную жизнь, я так уже потихонечку выяснил, чем вечером занимается Мелита? Ну, на самом деле, хватает время как-то? И насколько какое-то твое ближайшее окружение, твои друзья, вот, привыкли уже к такому графику плотному? Они привыкли, привыкла я, и они уже знают. Я, допустим, пишу подруге, что смотри, я буду через две недели в Минске, там, шесть дней, там, я обычно тренировка заканчиваю в восемь, ты там, выбирай, пожалуйста, там, или у меня будет воскресенье выходной. Да, у нас по воскресенье выходной не все так плохо. Ну, вот, что можно встретиться. То есть, конечно, да, ну, все уже привыкли, я, скажем так, подпитываюсь общением с одноклассниками, которые были давно, с подругами, которые даже не в спорте, а люблю театр, люблю кино, я очень люблю зрелище. То есть, тот же цирк Диссалей, когда к нам приезжал, концерты, с удовольствием хожу, даже когда в той же Германии была, так, я буду в субботу в Минске, так, что у нас там будет, в Афиша залажу. Очень люблю Минск. Наконец-то пришла весна, готова по улице бродить очень долго, и, ну, сколько я ни была в разных городах и странах, Минск все время греет душу, и даже после тренировки мы тренируемся недалеко от Комсомольского озера, такое живописное место, нахожу время, силы прогуляться. Милита, ну, сама упомянула театр, и, конечно же, мы тоже не можем не затронуть эту тему, что твоя прабабушка, легендарная белорусская актриса Стефания Михайловна Станюта, никогда не возникало мысли, может быть, параллельно как-то заняться творчеством каким-то, театр, сниматься в кино, либо давай, может быть, по-другому я построю вопрос, если бы не спорт, вот если бы так случилось, что, ну, не отдали тебя бы в спорт, в художественную гимнастику, или не существовало ли, не существовал бы этот вид спорта, кем бы ты была? В детстве у меня вот совсем не театральная была мечта, хотела поступить на факультет каких-нибудь международных отношений, быть дипломатом, не знаю, откуда у меня эта мысль. А не задумывалась ли про театр и кино? Наверное, впервые задумывалась, когда мне один из журналистов задал такой вопрос, как бы, вот, может быть, актриса, но в тот момент я уже была, ну, скажем так, не просто гимнастка, у меня уже были какие-то успехи, и я понимала, что я хочу именно остаться гимнасткой. Может быть, если бы не существовало гимнастики, я бы пошла в театральную, я бы, может быть, бы стала актрисой, но в данный момент я не жалею, что я выбрала гимнастику. Но чувствуешь, что в тебе эти гены сильны? Может быть, да, я не знаю, я сама не чувствую, может, кто-то со стороны это скажет, но с другой стороны, все бы помнили, и все бы, безусловно, сравнивали меня с моей прабабушкой, я не скажу, что это плохо, это нормально, это, ну, в сравнении познается очень многое, но в спорте все-таки я добилась сама всего, а так бы сказали, о, вот это да. Да, я уверена, что в спорте ты себя тоже реализовала как актриса, потому что вот в любом состоянии, как актер, когда выходит на сцену, вы излучаете вот эту уверенность, улыбка, исходит с уст, энергия опять же, а ведь состояние разное бывает, и настроение, но надо зрителю и членам жюри показать и доказать, что ты лучшая. Мелита, вопрос напоследок не задать не можем, Олимпиада в планах лидера нашей сборной присутствует? Я очень много повторяла, что планировать на Олимпиаду, это вообще неблагодарное дело, но желание есть, то есть я не останавливаюсь на достигнутом, я продолжаю выступать, и надеюсь, что мне хватит всего, очень надеюсь, здоровья, сил, умения и т.д. и т.д., чтобы выступить еще и в Рио. Ну, по крайней мере, хочу, больше я ничего не могу сказать, и не надо, я думаю. Мы желаем, чтобы все сбылось, все планы, все мечты, главное, здоровье и терпение, и побольше поддержки, такую группу, огромную, огромную группу поддержки твоих поклонников и почитателей. Друзья, ну, не знаю, стоит ли представлять еще раз человека, который нашу студию своей улыбкой озарил сегодня? Мне кажется, нет, хотя, почему бы и нет? Лидер белорусской сборной по художественной гимнастике. Мелитина Станюта, спасибо тебе большое, хорошего дня. Пожалуйста, спасибо. Ну, а с вами, дорогие друзья, мы увидимся через несколько минут. Субтитры сделал DimaTorzok